Здравствуйте, меня зовут Севастьян Оденский и сегодня на уроке физики мы с вами рассмотрим работу силы, а также познакомимся и повторим, что такое мощность. Если мы посмотрим на данную картинку, то мы увидим, что данный кран совершает определенную работу, то есть работу по поднятию какого-то тела. Эту работу мы будем считать, мы будем вычислять в различных задачах. Для того, чтобы понимать, каким образом нам необходимо посчитать это, давайте рассмотрим конкретный случай. У нас есть сани, которые мы тянем с какой-то определенной силой f. Вот это как раз таки, то есть если вы тянете сани, то вы тянете их не ровно по горизонтали, а с какой-то определенной силой, которая находится под углом горизонта. И вследствие этой силы у нас как раз таки сани передвигаются по горизонтали. Но обратите внимание, что у нас образовывается угол между вектором силы и вектором перемещения. Это угол альфа. Как раз таки благодаря этим трем показателям мы можем определить и вычислить работу. Что это такое работа? Это произведение модулей силы и перемещения, умноженное на косину с угла между вектором перемещения материальной точки и вектором силы, действующей на материальную точку. То есть, чтобы нам определить работу, нам необходимо перемножить вектор силы на вектор перемещения и умножить на косину с угла между этими двумя векторами. Работу мы будем с вами обозначать буквой а большая. И так же, как и любая энергия, работа будет измеряться в джоулях. Именно связь работы и энергии мы рассмотрим с вами на дальнейших занятиях. Теперь работа у нас может иметь как знак плюс, так и знак минус. То есть, она может быть положительной, а может быть отрицательной. Вот в первом случае у нас сила и вектор перемещения имеют острый угол. То есть, угол альфа у нас острый. В этом случае у нас значение работы будет со знаком плюс. Но в случае, если мы рассматриваем какую-то другую силу и угол между вектором силы и вектором перемещения будет у нас тупой, то тогда у нас и косинус угла будет со знаком минус. А вследствие этого у нас и работа будет со знаком минус, как мы можем заметить как раз таки здесь на рисунке. Давайте рассмотрим следующий пример. У нас есть телега, которая двигается в определенном направлении. И эта телега тянет за собой бревно. У этого бревна будет присутствовать сила трения, которая направлена в противоположную сторону от движения. Мы это знаем, что всегда сила трения направлена в противоположную сторону от движения тела. За счет чего происходит движение? За счет силы тяги лошади как раз таки. Для того, чтобы определить какая работа у нас совершается, мы должны каждую из сил рассмотреть и определить ее работу. То есть, мы можем рассмотреть каждую силу по отдельности и рассмотреть ее работу. И чтобы определить, какая работа вообще совершается данной системой, нам необходимо сложить значение, которое мы получим, значение работы. То есть, здесь у нас движение происходит по горизонтально. Но мы знаем, что есть еще и вертикальные действующие силы. Сила реакции опоры или же как сила тяжести, которая отмечена здесь. Данные силы не будут совершать работу и они будут равны нулю. То есть, чтобы определить работу всей этой системы, то есть, или же тела, нам необходимо рассмотреть работу каждой из этих сил. Теперь, как раз таки обобщим, что мы с вами сказали. Необходимо понимать, что сумма работ действующих на материальную точку сил равна работе сумме этих сил. То есть, мы что можем сделать? Мы можем разобрать каждую работу по отдельности и в конечном итоге сложить. Но мы также можем еще и найти равнодействующие силы и определить, насколько как раз таки данная сила переместила данное тело и определим работу. Как раз таки, либо мы работу определяем каждой силой, потом складываем, либо определяем равнодействующую силу и смотрим, какая работа в конечном итоге совершилась у данной системы. Теперь, давайте рассмотрим работу сил упругости. Если мы сжимаем пружину, то сила упругости будет стремиться в ту сторону, чтобы восстановить свое исходное положение. Как раз таки мы можем заметить, что сила упругости будет направлена в правую сторону. В процессе движения этой пружины сила упругости будет уменьшаться, потому что длина сжатия она будет уменьшаться. И в конечном итоге в положении равновесия сила упругости вообще будет равна нулю. То есть, здесь на протяжении движения сила меняется. Каким образом нам посчитать работу в данном случае? Давайте рассмотрим график. То есть, максимальная сила была в самом начальном положении. Потом тело начало двигаться, пружина начала выпрямляться, то есть, стремиться в исходное положение. И сила упругости уменьшалась. Вот как раз таки на графике показано уменьшение силы упругости. Для того, чтобы определить работу, нам необходимо для начала вспомнить вообще, каким образом работа определяется. Нам необходимо для этого силу упругости умножить на длину растяжения. Для того, чтобы рассмотреть данный график, мы вернемся как раз таки к этому произведению. Нам необходимо вертикальную вось умножить на горизонтальную. И то есть, чтобы определить работу, нам необходимо как раз таки найти площадь под фигуры. И чтобы эту площадь под фигурой определить, нам необходимо силу упругости умножить на дельта х, поделенную на 2. Тем самым мы определяем площадь под данной фигурой. Но мы знаем, что сила упругости зависит от длины растяжения и от коэффициента жесткости пружины. Поэтому сила упругости это k на дельта х. И мы можем формулу работы подставить как раз таки эту формулу силы упругости. И мы получаем, что чтобы определить работу, нам необходимо k умножить на дельта х, это вот сила, и умноженное на дельта х, поделенное на 2. Это как раз таки мы получили, отталкиваясь от площади фигуры под графиком. И каким образом можно в конечном итоге посчитать работу силы упругости. Нам необходимо коэффициент упругости умножить на квадрат длины растяжения и поделенное на 2. Это как раз таки формула позволит нам определить, какую работу совершает пружина. Теперь давайте перейдем к такой физической величине, как мощность. Она будет тесно связана с работой. Чтобы понимать, что такое мощность, давайте рассмотрим следующий пример. У нас есть два одинаковых бассейна, которые необходимо наполнить водой. У нас есть два насоса, которые закачивают туда воду. Но один насос заполняет данный бассейн за определенное время, а другой делает это гораздо быстрее. Если мы будем сравнивать мощности двух этих насосов, то как раз таки второй насос будет более мощный. Почему? Потому что он выполнит такую же работу, но за менее длительное время. То есть здесь он потратил гораздо меньше времени. То есть мощность у нас будет связана и с работой, и со временем. Каким образом мы будем считать работу? Давайте для начала рассмотрим определение мощности. Мощность – это физическая величина, равная отношению работы, совершенной за достаточно малый промежуток времени, к длительности этого промежутка. То есть, чтобы определить мощность, нам необходимо работу разделить на время, за которое эта работа совершалась. Как раз таки первая формула и описывает вычисление мощности. Мощность мы будем обозначать буквой N, большая. В электричестве эта буква может измениться, то есть буквой P. Но смысл остается тем же. Мощность любая, хоть механическая, хоть электрическая, будет измеряться в ваттах. И соответственно из формулы мы можем представить, что 1 ватт – это 1 джоуль, поделенный на секунду. Теперь, мощность мы также можем еще выразить и через другие величины. Допустим, представим числитель через привычную нам формулу работы. f умноженный на r умноженный на cos α. Если мы в этой формуле объединим эти два показателя, дельта r поделенный на дельта t, это не что иное, как скорость. То есть какой промежуток пройден за какой-то промежуток времени. И то есть мы можем произвести определенную замену, то есть дельта r поделенный на дельта t поменять на скорость. И мы получаем еще одну формулу мощности. Это сила, умноженная на скорость движения, умноженная на cos α. Это как раз таки формула, которая связывает мощность и скорость передвижения. Эти две формулы, они одинаково применимы, но для того, чтобы получить вторую формулу, вам необходимо знать первую. То есть если вы знаете формулу мощности хотя бы одну и знаете формулу работы, то вы можете выразить мощность через скорость. Итак, давайте повторим, что мы с вами изучили на этом уроке физики. Мы с вами рассмотрели работу силы. Работу мы обозначаем буквой a большая и измеряем в джоулях. И также мы с вами рассмотрели такую физическую величину, как мощность, которой мы обозначаем буквой n большая и измеряем в ваттах. Всем спасибо. До встречи на следующем уроке.